Антон Геращенко, советник министра внутренних дел Украины, присоединяется к нашему эфиру. Антон, спасибо большое, что вы нашли время. Сегодня сообщалось о сбитых крылатых ракетах России. Вы в своем телеграм-канале часто публикуете свидетельства по серии российской авиации. Что вы можете рассказать, последние данные о ходе противовоздушной обороны? Могу сказать, что у нас еще осталось немало ракет, каждая из которых найдет свою цель. И цель будет или крылатая ракета врага, или самолет, или вертолет противника. Русские оккупанты не ожидали, что они встретят такой отпор в Украине. Они рассчитывали, что в первую же ночь они уничтожат всю систему ПВО Украины. А что они уничтожат первую ночь и добьют другие дни. Но благодаря грамотному управлению системой ПВО, я очень благодарен тем нашим военачальникам, которые за это отвечают. Наши ракеты не стояли в тех местах, по которым наносили удары русские фашисты. И поэтому система ПВО продолжает работать, прикрывать большие города. К сожалению, за 30 лет независимости мы не строили, не покупали, не продавали новые системы ПВО. То, что у нас сейчас есть, это еще советские системы, С-300, БУК и так далее. Но все они бережно сохранялись. И сейчас они пригодились и сдерживают российскую авиацию. Российская авиация не летает ни над Киевом, ни над Днепром. Уже не летает и над Харьковом. Понимаю, что их дадут сдачи. К сожалению, у нас не так много ПВО, чтобы прикрыть все города Украины. Поэтому мы требовали от наших западных союзников прикрыть небо. Они на это не готовы. Хорошо, что дают хотя бы стингеры. Но мы хотели увидеть более серьезные системы ПВО. Антон, а вот скажите, то, что президент США Джо Байден два дня назад пообещал. Там, насколько я помню, речь шла о системах ПВО. Вы знаете, я надеюсь, что мы будем с вами узнаем о том, что у нас в Украину поставлены новые системы ПВО по новым сбитым российским самолетам. Я не считаю правильным публично обсуждать этот вопрос. Плюс не считаю правильным, я не владею этой информацией. Но я хочу верить в то, что наши западные союзники дадут нам больше систем ПВО, чем они оглашают это на словах. Спасибо. Понятно. Мы перед тем, как начать интервью с вами, рассказывали про ситуацию в Мариуполе, про эвакуацию из бомбоубежищ в Драматическом театре. Что вы знаете о том, как сейчас идет эвакуация? Я радуюсь каждой спасенной жизни, каждому человеку, который остался жив после взрыва огромной бомбы. Очевидно, что там не обошлось без жертв. Но благодаря тому, что стены и потолок бомбоубежища выдержал, это значит, что значительное количество людей сберегли в своей жизни. Это преступление войдет в учебники истории. Очевидно было всем и знали русские, что там находятся женщины и дети, что это их убежище. Даже были написаны огромные буквы 4 метра размером дети с двух сторон. Поэтому это было преступление против человечности. Я слышала, что военные эксперты говорят о том, что это ни в коей степени, естественно, никого не оправдывает, но что современная техника идет по координатам и не видит букв, которые написаны на земле. Поверьте, у русских фашистов летают над Мариуполем десятки беспилотников. У них есть масса шпионов, которые им сообщали реальную обстановку дел. И поэтому они прекрасно знали, что никакого штаба батальона Азов там нет. Для штаба это место абсолютно неподходящее. Оно стоит открытое со всех сторон, даже не подъедешь к незамеченным и не подойдешь. Антон, а почему такая фиксация на батальоне Азов и на Мариуполе? Дело в том, что батальон Азов, который создавался в мае 2014 года, я по поручению Арсена Борисовича Авакова тогда занимался в том числе и созданием этого батальона, это подразделение, которое выбило врагов из Мариуполя. 13 июля 2014 года Мариуполь был освобожден батальоном Азов и частями национальной гвардии. И Азов это во многом символ сопротивления добровольцев, людей, которые взяли в руки оружие и пошли защищать родину. И потом на базе батальона Азов был создан полк Азов национальной гвардии, и он остался базироваться именно в Мариуполе. Поэтому одна из задач психологически подавить украинцев через именно оккупацию Мариуполя. И именно поэтому там стянуто такое огромное количество войск и столько сил тратит российская пропаганда именно на Мариуполь. То есть это еще вендетта такая? Совершенно точно. Потому что именно с освобождения Мариуполя в июне 2013 года Путин понял, что его планы по оккупации Донбасса за счет сил разного рода швали, типа Гиркина, типа Моторолы, не пройдут. Именно тогда, после Мариуполя, он начал давать танки, грады и другую тяжелую технику. Антон, не знаю, насколько уместно сейчас и правильно обсуждать стратегию, но американская разведка и другие западные разведки говорят, что, во-первых, Россия очень сильно изменила сейчас свою тактику, и она пытается отрезать восток Украины от остальной страны. Видите ли вы признаки того, что тактика действительно сменилась? Как вы считаете, каковы будут результаты? Видите, стратегия Путина, она была достаточно понятной. В течение трех дней Киев должен быть окружен полностью. То есть его войска должны были отрезать трассу Киев-Харьков, Киев-Львов и Киев-Одесса. На сегодняшний момент им удалось добиться только, скажем так, относительных успехов. Они действительно перерезали трассу Киев-Львов, недалеко от Киева, в районе села Стоенко и чуть дальше. Но я думаю, что это временное явление. Сил на окружение Киева у них больше нет, потому что наши герои и наши вооруженные силы сделали все, чтобы у них не было ни сил, ни желания это сделать. По Харькову точно так же. Харьков не окружен абсолютно и не может быть уже окружен. Сил у них для этого нет. Сейчас основные усилия они сконцентрировали, как я уже повторял, на Мариуполе и на вопросе попытки окружения нашей группировки в районе Северодонецка. Думаю и надеюсь, что этого не произойдет, потому что Верховный Волокомандующий, командование вооруженных сил все это видят и получают абсолютно идентичную информацию. На юге Украины они получили такой удар в зубы под Николаевом, что они не могут дальше продвинуться вперед. Там у них план был выйти на Вознесенск и перекрыть дальше через Первомайск трассу Киева-Теса, переездить ее. Такие были планы. Наша задача убивать как можно больше врагов. Наша задача раскачивать ситуацию внутри Российской Федерации, чтобы падала поддержка Путина. Можно задам вам вопрос еще один, Антон? Позавчера, если я не ошибаюсь, Human Rights Watch опубликовали призыв к украинской стороне с просьбой или требованием перестать публиковать видео с пленными российскими солдатами, потому что это нарушает Женевскую конвенцию. Как вы к этому относитесь? Я считаю следующее. Когда захватывают в плен российского солдата, у которого не было средств связи, коммуникации, ему дается возможность позвонить своей маме или же его записывают на видео, потом это видео выкладывается в YouTube, и его мамы и родные видят, что он жив и здоров. По-моему, это очень гуманно по отношению к пленному, к его родителям. Поэтому Human Rights Watch стоит пересмотреть свою позицию. И наоборот, если бы этому пленному не давалось ни средств коммуникации, или же не публиковалось видео с ним, заметьте, я еще не видел ни одного видео, где бы кто-то издевался или что-то делал плохо, потешите к нему. Наоборот, его спрашивают, кто он, откуда, кто его родители, в какой он части служит. Все это идет без давления, без ничего. Поэтому я считаю, что наоборот, это гуманно. Антон Гераченко, советник министра внутренних дел Украины в прямом эфире Настоящего Времени. Спасибо вам большое, что нашли для нас эти несколько минут. Спасибо. Смотрю ваш телеканал.